Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана. Мы расскажем о самом важном и значимом Ялтына и Атаканова. И вот, что вас ждет. Купить за долги российский газовый гигант «Газпром» возможно купит «Кыргызгаз». На официальном уровне возобновились переговоры об этой сделке. Поможем, чем сможем. Россия готова помочь Кыргызстану в решении продовольственных проблем. Для этого будет выделена пшеница. Бизнесмен с окраин зарубежные доноры реализуют проекты по обучению неблагополучной столичной молодежи азам предпринимательства. Мечты сбываются за один американский доллар. Компания Deloitte & Touche, которая оценивала активы «Кыргызгаза», рекомендовала российскому «Газпрому» выкупить их за одну условную единицу. Правда, мечтой эту сделку больше всего называют для себя «Кыргызская сторона», пусть и за такую символическую цену. Дело в том, что Бишкек уже три года убеждает Москву, чтобы именно российский энергогигант стал владельцем генерального пакета акций «Кыргызгаза». Напомним, речь идет о 75% акций предприятия. Отметим, руководство Кыргызского газового хозяйства проводит в Москве на эту тему переговоры. И, как сообщает в Бишкеке заместитель директора предприятия Куралбек Носкеев, все идет к тому, что стороны скоро ударят по рукам. Если все так и произойдет, то уже к апрелю следующего года можно будет констатировать, что «Кыргызгаз» превратился фактически в дочернее предприятие «Газпрома». Отметим, еще не выкупив акции «Кыргызгаза», «Газпром» уже планирует в следующем году потратить 100 миллионов долларов на геологоразведку и разработку двух газоносных месторождений на юге Кыргызстана. А в целом «Газпром» на развитие отрасли в республике готов инвестировать полмиллиарда долларов. Кстати, и договариваться о поставках узбекского или казахского газа в республику в случае успешной сделки, как надеются, здесь тоже будет «Газпром». И вот как примерно рисуют перспективу такого диалога сейчас в Бишкеке. А если 75% он будет владельцем, скажет, это моя компания, я вам, дорогие Узбекистан, Казахстан, вот они туда экспортируют в Россию, они продают. За тот газ, который я покупаю, вы моим «Кыргызам» поставьте иное количество газов, и все, вопрос будет стабильно решаться. А самое главное, они будут заниматься добычей. Сами не можем, доноры помогут. Российская Федерация и Организация Объединенных Наций в течение нескольких лет оказали адресную помощь 230 тысячам каргызстанцев, проживающим за чертой бедности. Это люди, которые не могут из-за высоких цен приобретать необходимые продукты питания. Семьи всех областей получили и получают по 75 килограмм муки и 6 литров растительного масла. По данным международной организации, семьи тратят около 22% своего бюджета на муку и мучные изделия. Чтобы избежать коррупционных схем, доноры вместе с представителями Министерства социального развития подтверждают списки нуждающихся. Затем еще несколько раз все тщательно перепроверяют. Чтобы удостовериться, что продукты не были проданы, сотрудники международной организации заходят в дома и спрашивают у семей, была ли доставлена помощь. И при необходимости просят показать и рассказать, сколько чего они получили. Кроме того, в новом году, в течение последующих нескольких лет, Российская Федерация намерена оказывать помощь в виде питания школьникам Кыргызстана. Также уже есть предварительная договоренность о выделении льготного кредита на покупку 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Буквально на днях правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении 20 тысяч тонн продовольственной пшеницы для Кыргызской Республики в качестве гуманитарной помощи. И вот буквально 2-3 дня назад отправлены первые составы с зерном, которые Кыргызия начнет получать в ближайшие дни. Никакой протекции, важны только знания. В Бишкеке впервые проходит, как называют его организаторы, беспрецедентное мероприятие по отбору кадров в управление госпредприятиями. А именно на вакансии членов Совета директоров и ревизионных комиссий порядка 25 крупных компаний, таких как Кыргызалтын, Кыргызстелеком, РСХ-банк, АО «Электрические станции». Если раньше, по словам организаторов теста, на эти должности назначались те, кто имеет, что называется, связи и деньги, то теперь их определяет компьютер. Для кандидатов из более чем трех тысяч вопросов по профессиональной тематике машина выбирает 60, а претендент за столько же минут должен дать на них верные ответы. Отметим, желающих руководить компаниями собралось достаточно. Около 500 человек. Среди них как действующие члены Советов директоров, так и новички. Кстати, результаты теста многих тех, кто уже руководит госпредприятием, мягко говоря, удивили экзаменаторов. Они не смогли набрать проходной бал. Вся цель вот этого отбора, который состоит из нескольких ступеней, это как раз-таки отбор именно таких профессионалов, потому что не секрет, что в прошлом в эти компании, в Совет директоров, да и зачастую в резионные комиссии попадали, так скажем, случайные люди. Столичная мэрия оказалась не готова к такой суровой зиме. Муниципалитет вынужден привлекать для очистки города солдат, поскольку умеющейся спецтехники недостаточно на всю столицу. Вместо защиты особо охраняемых объектов солдаты внутренних войск Министерства внутренних дел взяли в руки лопаты и начали расчищать тротуары, остановки и дороги. Между тем, мэр Бишкека в преддверии Нового года отчитался о проделанной за 12 месяцев работе. Он рассказал о дорогах, которые удалось построить, об открытии новых школ. Но признал, что работа была выполнена не на должном уровне. В первую очередь это связано с недофинансированием. Однако планы на 2013 год у него амбициозные. Строительство мусора, перерабатывающего завода, новых многоквартирных домов и многое другое. На вопрос журналистов, готов ли он уйти с поста мэра, он ответил, что готов, если парламент примет такое решение. Но подчеркнул, что ему до конца срока работать еще два года. Что касается холодов, то градоначальник сказал, что брошены все силы, чтобы исправить недоработки. Мы привлекли дополнительные рабочие силы. Сегодня мы привлекли и военных, работников внутренних дел. Сегодня на улице города работает 100, а 1155 человек. 1155 человек. Мы сегодня намерены дальше работать. Будем чистить проезжую часть, наледи, остановки, тротуары и будем дальше чистить. Выйти из черного списка Кыргызстану не удалось и в этом году. Речь идет о списке авиакомпаний, чьи лайнеры не имеют права пересекать воздушные пространства над многими странами Европы. Министерство транспорта Кыргызстана уверяет, что делает все возможное, чтобы воздушные суда отечественных авиакомпаний были признаны безопасными. Впрочем, пока не будут приобретены новые самолеты, ситуации справиться вряд ли. Однако в этом вопросе не исключается помощь России. Недавно россияне, прилетев сюда на международную конференцию, продемонстрировали свой лайнер «Суперджет-100». Зачем, так и осталось неясным. Некоторые специалисты заговорили о возможной передаче России нескольких таких самолетов к Кыргызским авиалиниям в лизинг. В курсе недавно приезжала делегация из Российской Федерации, в том числе представители компании «Суперджет», руководители этой компании. Были переговоры, встречи с руководителем нашей авиакомпании, а возможно сотрудничестве с этой компанией. Пока еще идут переговоры. Мы сегодня заранее говорить о каких-то результатах с российской стороны. Это, я думаю, мы преждевременно. Есть в этом нечто патриотическое. Одна из некоммерческих организаций пытается изменить жизнь молодых людей, проживающих в новостройках Бишкека и Ашам. Отметим по сводкам, именно эта категория граждан является наиболее подверженной влиянию криминального мира. Юноша из домов земля, под которыми была захвачена самовольно, чаще других становятся участниками ограблений, изнасилований и прочих преступлений. Так вот, Региональный институт экономической свободы и лидерства запустил программу наставничества для молодежи с низким уровнем дохода. Уже проведен отбор 120 участников проекта, а все они пройдут обучение тому, как начать свое дело. Тренинги проведут успешные бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний. Они поделятся опытом и помогут юношам и девушкам сформулировать свои бизнес-идеи и расписать бизнес-планы по ним. По итогам этих встреч будут определены три лучших бизнес-проекта, чьи авторы получат денежные премии. Финансируется программа Юсаидом. Вы помните, когда у нас были события в 2005-2010 году, в основном была задействована молодежь, ну, как бы условно называли ее маргинальной, с низким уровнем дохода, с новостроек. Поэтому с этой молодежью надо работать, потому что именно они останутся в Кыргызстане, именно они будут применять навыки. Это раз. А во-вторых, через такие программы мы решаем проблему с безработицей. На этом все. Спасибо, что были с нами. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова